Не переживай из-за этого, мелкий. Когда предводитель или глашатай говорит тебе, что делать, ты делаешь это. Это их работа, решать, необходимо ли нам сражаться до последнего, или отступить, дабы одержать победу позже. Войны племени Ветра не попросили отдать им дичь, а стали её требовать. Да ещё таким тоном, что уступить им означало бы признать свою неправоту. Они окончательно позабыли этикет общения. Чего же ты ждёшь? Убей их! Мне уже всё равно. Если так ты хотел меня ранить, придумал бы что-нибудь получше. Они не мои котята. Ты заставляешь нас жить в мире с другими племенами. При мне грозовое племя мигом бы забыла об этих нежностях. Я вернул бы славные времена племени Тигра. Я бы сделал грозовое племя великим! Если тебе больше нечего сказать, то я приговариваю тебя к изгнанию. Ты немедленно покинешь территорию грозового племени, и с завтрашнего утра любой кот, который увидит тебя на нашей земле, получит право убить тебя. Мой дядя был другим, потому что никогда не забывал о том, кем был раньше. Он считал, что важно не то, где он родился, а какой он сам по себе. Домашний может оказаться преданным товарищем, а лесной воин способен предать в трудный момент. Я не могу просто сказать прости, синяя звезда. Я всегда буду верен речному племени, так же, как и ты всегда будешь верна грозовому племени. Хочу ли я, чтобы мы поработали над этим? Конечно. Но это не так легко, и никогда не было. Мы оба это знаем. Я в порядке, брат. Просто в последнее время столько всего навалилось, после того, как Листвичка перестала быть целительницей. И теперь приходится привыкать работать в одиночку. Ты боишься? Замечательно. Каждый воин должен быть могуч сам по себе. Наши предки владели уникальнейшими приемами боя. Год за годом кровь этих храбрецов проливалась в битвах. И спустя поколения, эта мощь дошла и до нас. Снежак. От меня уходят все. Отец, мать, сестра. А теперь и мой маленький сыночек. Он так мечтал стать настоящим воином. Ай вы там! Шевелитесь! Речное племя развлекается на нагритых камнях, пока мы... И что это? Звезда ЦАП рассказывала о своем плане по уничтожению псов, когда он встретился со мной две луны назад. Однако он ни слова не сказал о провале. Ты принесла огромную жертву. Но теперь наше племя идет более безопасной дорогой. Моя милая сестра, с этой жизнью я дарую тебе гордость, чтобы ты никогда не забывала о своем достоинстве и достоинстве своего племени. Позорище. Слушай, вы оба не можете забыть этих воин, как все было. Хорошее, плохое. Я хочу помочь вам победить в последнем бою. К тому же, глянь на них. Проиграть таким. Ярохвост мертв! Мы встретили бедвищных воинов на нагретых камнях. Желудь тоже был. Желудь не желал отступать. Битва была беспощадной. Я видел, как Желудь повалил Ярохвостом на землю. Но потом Ярохвост... Я тут подумала. Ты уже не раз доказывала всем, что очень быстрая и сильна. Если позволишь мне научить тебя сражаться, то... Ты сможешь стать отличной воительницей. Ты даже сможешь получить свое воинское имя. Уже поздно. Он мертв. Кто сможет мне заменить тебя? Вот и конец нашей истории. Ты же знаешь, что я люблю тебя, Синегриф. Я сделаю все на свете ради тебя, честное слово. И я буду любить этих котят, как своих. Ты предала воинский закон и солгала своему племени. Мы не будем растить твоих детей в стенах нашего лагеря и на своей территории. Забирай их и уходи. Грозовое племя изгоняет тебя. Синегрифка в полном порядке. Только что родила трех здоровеньких и замечательных котят. Приказ есть приказ, мой юный друг. Хочешь ли ты того или нет, ты обязан его исполнить. Таков наш закон, и против него не пойдешь. Судьба — это не дорога, с которой путник не может и шагу ступить в сторону. Всегда есть выбор. И сердце порой говорит гораздо громче разума. Львиногриф, Алла Светик и Чистокол. Я хочу, чтобы вы отправились на охоту. Я беру на себя пограничный патруль. Со мной идут Буран и Астролап. Вы думаете, что знаете меня? Меня и моих братьев? Львина Света и Воробья из Грозового племени? Все, что вам говорили о нас, было ложью! Мы не дети ежевики и белки! Эти трусы врали всем! А я не боюсь правды! Я верю, что риск оправдан. Проиграем или победим — это неважно. В любом случае, наши действия покажут, что мы не отступим. Что страхом нас никогда не сломить. Что мы сильны и в бесстрашии едины. Ты не предводитель, Звезда ЦАП. И никогда им не был. К чему ты развязал эту войну, Звезда ЦАП? Что это за цель, ради которой ты отдал столько жизней? Они направлялись на территорию речного племени, чтобы поговорить с Пятнистой Звездой. Огнезвезд спросил у нее, является ли Звезда ЦАП нашим отцом. И Саша ответила «Да». Чего ты строишь тут из себя жертву? Чего ты хочешь этим добиться? Да, ты — прихвостень чертов! Без понятия, зачем вы вообще все это затеяли? Но если подумать, вы многое не просчитали до конца. То, что я увидела. Безумие и жестокость. Зверство. И я вернулась в пещеру. Шла навстречу темноте. Столько насилия. Неужели это мы? Нет. В чем смысл, если никто из нас не имеет значения? Плоть неэфемерна. Плоть — это главное. Жизнь имеет смысл, потому что она коротка. Потому что нам бывает больно. Конечно. Я главарь банды. Это моя обязанность. Следить, чтобы лентяи не набивали свои пузо. Я всегда буду с тобой. Даже когда ты перестанешь видеть меня. Котенок. Слушай свое сердце. Оно укажет тебе правильный путь. Так мы за этим сюда пришли. Чтобы прятаться в кустах и ловить то, что благодушно нам оставляют бравые лесные вояки. С какой стати мы уютимся в каком-то куске травы, когда богатые угодья прямо у нас перед мордой. Ты просто завидуешь. Да-да. Думаешь, я не догадалась? Ты завидуешь тому, что я тоже оказалась особенной. Боишься, что я отберу твою славу и стану лучшей воительницей. А наш предводитель станет обращаться ко мне, а не к тебе. Мое имя много значит для меня. Оно напоминает мне того, кто мне его дал. В любом случае, мне не нужно какое-то воинское имя, чтобы доказать свои навыки. Расстроен? Я не расстроен. Ты даже не представляешь, какая боль терзает меня. Это похоже на глубокую рану, которая открывается каждый день. И кровь льется на камни. Разве ты не видела, как я истекаю кровью? Здравствуй, дитя. Ну что ты, не бойся. Я не трону тебя. Ты тут один? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...